Окей, и ты меня опустил, я тебя Ух, окей, эм, ладно, сорян, но мы вот почти готовимся Мы почти готовимся Мы почти готовимся Всем привет, это Цикада Да, сейчас еще один комментатор, оказывается, будет RepentMF Вот, это интересная игра, это экшен-адвенчура с видом сверху, а чем-то похоже на Hyper Light Drifter, но другой сетинг И таймер начнется тогда, когда мы Пардон, пардон Эм, когда нажмет вот на новую игру Да, сейчас вот три, два, один Поехали Так Нам Вот дают, дают мечик Мы Магическим образом переодеваемся и Уходим в Вот Мир Да, вот Ямато, с которым мы играем, и в принципе все остальные персонажи, они очень быстрые Поэтому Раннер Концентрируется на Точности передвижений, просто для того, чтобы Намного быстрее все вот прилететь Да, еще Комментатор говорит о том, что Удары вот Ямато Длятся примерно 11 фреймов, что Ну, как минимум Намного быстрее, чем Удары всех остальных персонажей Двух остальных персонажей Потому, что Этот игрок очень быстро Ну, 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 Удары 4, Удары 4 в каждой стадии И Мы Ударим все 4 шрины Это 800 SP Так Вы Ударим В любую комбо Раути Так Да, вот сейчас объясняют суть задания игры. На каждом уровне есть 4 вот алтаря, а каждый примерно алтарь, это, ну, каждый уровень требует примерно 600 SP, который вот мы набираем после убийства врагов с помощью вот комбо, видите, вот там 1 комбо написано и 30, вот, ну, рядом с здоровьем персонажа. Так вот, когда мы набиваем определенное количество комбо, нам зачисляются вот эти SP в соответствии с количеством врагов. Мы вот активировали все алтари на этом уровне и, соответственно, бежим в этот телепорт. Да. Звучит и выглядит игра легко и быстро. Мы идем на первого босса. Это мы сейчас бьемся с большой коробкой. Да, будем убивать эту коробку. Потому что это, потому что это коробка. Суть босса, чтобы он прыгнул вот на определенные места, то есть вот на вот эти квадратики. Да, и про вот эти шарики, которые вылетают из него, как вы сами можете заметить, последний шарик, который приземляется, он как раз вот и тот, который, скажем так, нужно ударить. Очень больно ударить, но все-таки ударить. Минус босс. И так второй уровень потопленные реликвии. Да, сейчас комментатор говорит о том, что на первом уровне можно еще было, ну, подумать, в какую сторону идти. Но, но вот второй и третий уровень, они прям четко завязаны на определенном пути, поэтому здесь особо не походишь к нам, скажем так. Так, кстати, я только что заметил, что на экране есть курсор. Есть курсор. А, нет, немножко соврал про вот эти SP, получаешь просто с врагов, и они вот маленькими тристаликами летят к твоему персонажу. То есть, это даже намного проще система. И это будет больше хитов, чем он должен сделать. Потому что, даже если у Амата Амата очень быстрее и сильнее, они еще очень очень... ВОРОТА! И получаем только SP, которые мы нужны. Это называется Бриджскип. Очень-очень... Очень впечатленный, хороший работа. А, типа, да. Так, делаем... ... скип по... Сункен Реликс это шляпинг, leo на крюсору скеп. Что они еще что-то звонят? Вы застали, я думаю, заступленные застали... Это довольно гарантирую, может быть не застали, но также чувствуете это так быстро. Вы застали, 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 заттали на крюсе, А, то есть, вот Bridge Skip, то есть пропуск моста, он достаточно звучит просто, а все, что нужно сделать, это нажать паузу при использовании того самого рычка, который вы видели до этого. Чтобы, ну, сохранить управление над персонажем и, соответственно, в кат-сцене, где показывается, как этот мост строится, скажем так, мы могли просто, мало того, что добежать до этого моста, так еще его и начать пересекать. Тоненькая оптимизация, но, в принципе, хорошо. Так, и мы летим на еще одного босса. В этот раз босс не коробочка, а что-то круглое. Так, как вот вы видите, у босса, по сути своей, есть две части. Это его, в кавычках, тело, и его вот уязвимое место. То есть, уязвимое место у него всегда где-то сзади. И мы его, в принципе, победили, кстати говоря. Это было быстро. Вот, и нам, в принципе, нужно вот бить вот это самое место. Мы вот на третьем уровне игры, и, в принципе, у него есть, ну, скажем так, этот уровень, он проходится достаточно линейно. Как и второй, я еще раз повторюсь, но первый уровень можно проходить, пойдя либо налево, либо направо. Как вы видите, на этом уровне и здесь есть арены, к сожалению. Но у главгероя есть способности, которые позволяют уйти арены проходить намного быстрее. И это хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, нужно сказать то, что если вот ты подбираешь какой-то предмет, вот несешь его, то если тебя ударят, этот предмет возвращается на свое первоначальное место, то есть в сундук или на какой-то пьедестал. Поэтому нужно снова возвращаться и снова подбирать. Взяли на всякий случай секретку. Взяли секретку просто, ну, на всякий случай, то есть она поможет, ну, через какое-то время, скажем так. Да, как говорит комментатор, а по сути своей у персонажа атака... ну, атакует он... Отнимая одну единицу здоровья у врагов. Только вот финишер, последний удар комбо получается, он где-то два, скажем так, очка здоровья снимает врагам. Итак, летим на босса. Итак, сейчас на первой фазе вылетает. по пять врагов, то есть нам нужно уничтожить три волны, ну, 15 врагов суммарно, три волны, то есть. Да, и как вот видно то, что... Ну, во-первых, раннеру повезло на последний вот, ну, на третий, скажем так, квази-босса. На второй, точнее. И, кстати, он уничтожил босса. Есть рандом, куда вот этот слабый шарик выпадет, из какого именно босса. Либо вот посередине, либо справа. Также был рандом вот в вылетании шарика в третьей фазе. То есть, могло из правого, левого или среднего вылететь. Да, вот определенный... Чуть-чуть прям его не задели. Аккуратно пролетает, пробегает между врагами. Я переключаю всякие переключатели. И махая своим мечиком, чтобы огромным проносить всякие там ключики и круглые не ключики. Так этот ключ нельзя бросать. Нехороший враг. Нехороший враг. Опять нужно возвращаться. Брать ключ. Да, говорят о том, что эти враги, вот враги, вот эти бомбочки, они относительно умные. То есть, они могут сбоку заходить от игрока. Поэтому нужно прям очень аккуратно пробегать их. Ну и в конце можно их ударить мечом, потому что они такие нехорошие. There's actually a set amount of frames that the enemies have to wait before poofing into existence. And for, oh this is a very cool, yes, okay hold on, I'm going to stop talking about spawn rise for a second and talk about that crazy skip. So that was found probably five or six months ago I would say. Kill rooms, how do I describe it, kill rooms have these load zones as well, these triggers where if you are inside of them and you finish the kill room and you kill all the enemies, the gates will drop. But you can trick the game into thinking that you are outside of the kill room while you finish the kill room, and if you do that, the game will say, well, they're outside of it and there are also still enemies active, so we don't need to raise those gates again and the gates will never come back up. And we use this to our advantage, because kill rooms are coming up in the middle, because kill rooms are coming up in the middle, because kill rooms are coming up. It is also a very good thing here, because kill rooms are coming up in the bottom and watch the bridge. So when you enter the low zone, the amount of the amount of the damage you can do, it's very strict, it's a very difficult use of difficult, I haven't seen it. So when you enter the low zone, the amount of the damage you can do, it's very strict, it's a very strict use of difficult. Yeah, it's a lot of frames, that have been in the middle of the damage you can do, and in the fourth stage, the ruins of Yamatai, it's very quick. So when you enter the low zone, while you hold an item, it's very difficult to react to that, because the frames are coming up so quick. So there were actually just two skips, that I had to gloss over talking about that. The first one was a second bridge skip, that we have deemed a second bridge skip. Well, we have deemed a second bridge skip. But it looks very very impressive, when you get a special rune with it. And we're on our way to the last two bosses. This has been a great rune. We have some more tech smash. And for this boss, I believe there are still three phases. This is a little different from the bosses that we've seen previously. The orb is going to come to Cicada, and we're going to be as close to the boss as we can. And now, the second phase, coming up, is actually RNG, where you need to be ready for wherever it can spawn. That's a great trick there. That one... That one is something that we've been able to find the swagger points, to be able to get one point too many. And you stand in the middle just so you don't get hit by these... And the people who have their own hitbox, it's not like one amalgamate hitbox. So this is actually something that I learned just today. And normally you would think that this orb is going to go clockwise, 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 clockwise. And it's actually just as easy to stay on the top right and left side as it is to go top left. Because as long as it's only been one rotation that's happened, no time will be added and the phases will progress as normal. As something I didn't know until today. So that's very cool. That was a great fight in RNG to the final boss. So the last fight is just a cutscene. There is a lot of finesse to it still, because the game is beautifully crafted. But the last battle is, as they say, a cutscene. Even casually, the hitboxes are too small. It's something that I would say. If we made the hitboxes a little bit bigger, it'd be a little bit harder. Or if more things were happening at once, then it'd be harder. But we're taking all of the bosses from every single stage that has happened, and we're throwing them into this final boss, and they attack on you. And they attack on you. And they attack on you. And there's a lot of damage to when they can hit you. All of the bosses from every single stage that has happened, and we throw them into this final boss. And the glass that shows up in the middle of the stage actually can only be broken by something called true damage. Which is what Yamato's special does. So normally you would have to crack the glass with your special, and then attack it using your regular attacks. But Yamato's special is so active, there are so many hitboxes on it, you crack the glass, and then you start doing damage right away. Yeah. So now this is the only phase that is new, all the other phases. Time will come up shortly, probably. Time will come up shortly, probably. That's what we'll be able to attack on you. So be ready for that. So be ready for that. And we'll have the last final attack smash. Let's see if I can find it. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Great job. Хороший на самом деле ран. Ладно, я буду более нормально хлопать, чтобы вы тоже успевали хлопать. И это была Камико игра. Цикада говорит о том, что спасибо всем. Спасибо. И тебе спасибо. Птичка у него, кстати, рядом была. Я не заметил. Так, и сейчас завершаем эту игру. И у вас будет Final Fantasy 13-2.